Так, вот, я начал проверять, как работает интернет на PlayStation 4, залез там в приложуху твича, и она обрубила к чертовой матери трансляцию мою, собственно. Это было для меня неожиданностью, но так, по-мудовому, работает вся система PlayStation 4, она не может больше, чем в один процесс, к сожалению, никогда. Даже дурацкое сбрасывание на USB, каких-то видео, которые я записываю, оно просто не разрешает больше ничего делать. Это странно, это очень как-то не круто, но ладно. Так, всё, я надеюсь, всё нормально, интернет вроде подчинился везде, я перезапустил роутер, уж раз уж на то пошло. Вот, надеюсь, больше такой фигни не случится. Поэтому продолжаем. Так, так. Мэдисон, Мэдисон! Перестань меня доставать. Ингалятор. Виски. Всё, что есть в столе, или там была ещё одна тумбочка? Вот тут, мне кажется, была ещё одна тумба внизу. Ну, давай. Пистолет. Ну, я бы пистолет забрал, наверное, если ты уж пришла с ним разбираться, то можно пистолеты забрать. Полицейская форма. Доверяйте дети полицейским. Они шли за ним, как агнцы на заклание. Ну, кстати, блин. Так. Типа тайные комнаты меня всегда впечатлили. О, он, торхедея врач. Всегда впечатляли, потому что, блин. Птайная комната, это всегда странно. То есть, как её строили, как она... Почему все забыли, что она потайная? Чёрт, нужен пароль. Дождь, Архидея, Джон, Джон. Понятно, надо посмотреть. Что у нас ещё? Шон Марс. Этот псих смотрел, как он тонет. Какой-то колодец, постепенно наполняющийся дождём. Медленная смерть. Осталось совсем немного времени. Здесь должна быть подсказка, как найти колодец. Так, нет, нет, смотрите, не подражатель, а он сам. Орхидеи, которые он клал на грудь жертвам. Он выращивал их здесь. Спасибо, конечно, Кэп. Орхидеи, дождь, оригами, шепард. Орхидея. Макс, дождь. Дождь, не знаю. Орхидеи, наверное, скорее всего, был пароль. Ждана Донова должна была заблокировать система из-за столько неправильных паролей. Да что? Всё, не удалось мне ещё взломать. Фейл. Я же говорил, пистолет на базу брать. Довольно, Скотт. Ты убил всех этих детей, чтобы найти отца, способного спасти ребёнка. Заткнись! А, там ничего. Ну, кстати, она пронюла с его. Ребёнок ещё жив. Его ещё можно спасти. Отпусти его. Не поступай, как твой отец. Иди туда. Ну, идти колотить. Так, что это у нас? Я не понимаю вот этого момента. Так, но мы так и не узнали, где... Где чёртов Шон? Держать надо. Нет, это какой-то дурацкий план. Ну... Давайте ещё подожжём дом. Так. Ну, хоть в ванную. В ванной может спрятаться от пожара, по сути. Надо намочить одежду, чтобы она не загорелась. Но это всё равно не спасёт тебя дыма. Помогла одежда больше шансов выжить. Из-под двери идёт дым. Надо выбираться, пока я не задохнулась. Так, как сказать, это не выход. Не похоже, как минимум. Думай, мэд, думай. Надо найти способ спастись от огня и дыма. Так, ну я помню, в школе, в детском садике нам рассказывали, что нужно ползти по полу. Тогда дым, типа, не... Из окна я не выпрыгну. Разобьюсь насмешт. Что? Тогда дым, типа... Опа. Газовый баллон в самом огне. Класс. Всё взорвётся к чёртовой матери. Значит, дым это не наша основная проблема. Канистра. Он оставил канистру с бензином, она взорвётся. Нужно намочить, блин, тряпку, короче говоря. Вообще-то, быть. Приложить... Приложить... К роже. И чё? Давай. Работай. Итана мы уже протеряли. Шона тоже. Давайте хоть её спасём. Попытаемся. Твою мать. Что? Что? Что не так? Слишком высоко. Я разобьюсь, если спрыгаю. Должен быть другой путь наружу. Не прыгать. Давай, теребись. Ну? Тоже забыл. Ничего, он весь дом реально решил спалить. Так, это классно, конечно. Никто не спорит. Да что ж ты будешь делать? Короче, всё, огна это вообще не выход. Но мы можем выкинуть газовый баллон. Ага, он, видимо, горячий. Или чуть-чуть того. Блин, чё делать-то надо? Ну, я жму. Ничего не происходит. Так, ясно. Понятно. Ну, вот такое себе укрытие. О, я смотрел Индиану Джонса. Залазь. Нет. Чё-то. Правда, в Индиане Джонсе это было неправда, нихрена. Ну. Чё ж тут поделаешь. Ну, сработало. Кино не врет. Как оказалось. Мы что-то в тене. По большому-то счёту. Так что, раз в одном кино сработало, значит в другом тоже. Эл. Логика. Но пароль не взломал. Вот в чём проблема. Вообще не представляю, что там было за пароль. Если даже не оригами. Или мы оригами не вводили. Холодный рассудок. Приз получит. Так, это точно Шон. Ну, я же говорю, железная дорога. Чё, дайте адрес хотя бы. Я вообще не могу понять, где это всё находится. Ну, видимо, возле воды, кстати, оно и могло быть. Потому что... Мастер оригами убил девятую жертву. Тело Шона Марса было обнаружено... Герой Хеви Рейн. ...на севере города. Ответственный за расследование, капитан Лейтон Перри подал в отставку. Главная новость дня. Наконец-то полиция выследила убийцу так называемого мастера оригами. Скотт Шелби, белый, бывший лейтенант полиции. Он выдавал себя за детектива, нанятого семьями жертв убийцы. Несмотря на масштабную облаву, Шелби удалось ускользнуть. Полиция объявила преступника в федеральный розыск, чтобы скорее схватить его. Ну... Так, а Итон-то живой. Мы уедем отсюда, Итон. Куда-нибудь, где нет дождя. Начнем все сначала. Ты будешь работать архитектором, а я устроюсь в какую-нибудь газету. Мы построим все заново. И забудем о прошлом. Как я могу забыть, что оба сына погибли из-за меня? Я любил их больше всего на свете. Но не смог защитить. Я хочу родить тебе ребенка. Мальчика с твоими глазами. Мы будем растить его вместе и будем счастливы. Мы переживем это, Итон. Жизнь продолжается. Я помогу тебе. Помогу забыть этот кошмар. Я люблю тебя, Итон. Я побуду здесь еще немного, Мэдис. Я догоню. Я... Я подожду в машине. Да-да, спасибо, Дайзи. Давай. Так. Ты че? Итон, ты че там? Вот дебил. Нет! Итон, нет! Нет! Ну, ну... Умер Максим и... Нет! Ачивку я не получу. Не все дожили до конца. Вот че я подумал щас. Да ну блин, ну Итон... Он профакапил все. Реально, в своей жизни. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Ну и что теперь? Не знаю. Уволюсь. Попробую забыть. Не знаю. Забывать будем на триптокаине? Это самое эффективное средство. Но это не решит проблему. Сейчас... Мне не нужно решение. Я хочу просто забыть. Это дело подкосило тебя сильнее, чем ты думаешь, Норман. Он сам с собой говорит? Это еще почему. Все хорошо. Я переживу это. Надо успокоиться. И ждать, пока это закончится. Может и не закончится, Норман. Я один раз из двух принял. И все? То есть вообще не надо было ни разу? Что за бред? Да блин... Что за дебильная игра? Реально, я разочарован. Он не по моей вине умер. Что за бред? Было два варианта. Когда можно было принять. И можно было не принять. В первый раз я не принял. Второй раз принял. Все. Что за бред? Ну то есть... Ну было больше праз, допустим бы. Три раза, хотя четыре. Если бы я большую, типа, часть принимал, тогда да. То есть что, он и так по сюжету принимает эту хрень. Вообще это не очевидно ни черта. В этом проблема. Про такие последствия было сказано только после, блин, не знаю, принятия как раз тогда, когда второй раз. Это неправильно. Должно все на свои места, так сказать, показано. Я не знаю. Бред какой-то. Я разочаровал в этой концовке. Я не считаю, что она та концовка, на которую я здесь поступал. Я не вижу причины следствия. Так, английский язык. А, все, это финальные титры. Причем, блин, показывает... Показывает в титрах то, что я не выбрал. По сути. Там выстрел. Там, что я увернулся нормально от фуры. Тут, что я подлез сзади. Нет, я такого не делал. Я не знаю, честно. Ну, круто, конечно. История крутая. Держит напряжение почти все время. Вот. И интерактив довольно классный. Но, блин... Из-за того, что здесь, по сути... Вот. Тут деревяшку я себе в рот не досовывал. Что за бред? Но, по сути, из-за того, что здесь, видимо, куча концовок и много вариантов выбора и какой-то разницы между этими концовками, у нас получается, что какие-то совершенно неочевидные решения влияют на тот самый финал. Короче, довольно странно это все. Я вот именно финалом разочарован по богу. То есть, ладно, пофигу на Итана. Итан, наверное, все профокапил. Ну, то есть, как я мог выбрать из трех адресов, куда мне ехать, по сути? Если я не знаю об этом городе. Я знаю, что... Я знал, я лично знал, что рядом с чертовым вокзалом, с чертовой железной дорогой. Но из тех трех вообще ничто не намекало, где дорога. То есть, единственное... Единственное, что мне намекало на железную дорогу, это это лейн. Который мне почему-то сразу начал ассоциироваться с непростой дорогой, с какой-то разрядской, а именно с какой-то железной дорогой. Но нет, это чертов вообще ресторан. На карте ни одна из них, ни один из тех адресов не был рядом с какой-то дорогой такой прямой. Ну, видимо, скорее всего, реально надо было в озеречке выбирать, потому что там грузовые поезда или... Я не знаю, в чем логика выбора этого. То есть, опять-таки, типа, в начале игры нам говорят, Итан, сходи к шкафу, возьми там тарелки. Я не знаю, где в этом доме этот чертов шкаф с тарелками. И поэтому возникает ситуация, когда я начну ее искать, а мне жена кричит такая, Итан, ты что, тупой? Я просил от тебя взять тарелки. Я, женщины, не понимаю, где тарелки. Я не жил в этом городе, в этом доме. Я не понимаю, где что. То есть, как бы, для меня получается, что выбор между трех адресов, это, да и для меня все одинаковые, абсолютно. У меня нету какой-то, как это правильно называется, не атмосферы, а какого-то... Да ёп, как оно, фигбэк? Короче, какого-то за... Да, блин, это дурацкое слово забыл, всю мою речь поломала из-за этого. Ой. Фона, короче, какого-то информационного. То есть, если ты живешь в городе, ты примерно понимаешь, где у тебя что находится. То есть, ты можешь точно не знать адресов, но, типа, ты слышишь железо-дорогу, у тебя есть три адреса, которые в абсолютно разных частях города. И ты сто пудов понимаешь, что только один из них близко железо-дорога. Я вот об этом пытаюсь сказать. И вот из-за того, что... И эти самые решения, которые ты делаешь, наконец, в вакууме, они решают судьбу буквально персонажа и решают, насколько будет уродская у тебя концовка. То есть, я не выбрал, не выполнил одно единственное испытание из пяти, и, по сути, я получил только где-то половину букв. Я так понимаю, что если бы я провалил бы, там, два испытания, то у меня было бы в конце выборов, наверное, по адресам больше. Но это не имеет никакого смысла. То есть, какая разница? Там угадать вероятность меньше была. И всё. Всё равно, по сути, я бы не знал, куда ехать. Если бы я убил чувака, ну, блин, это как-то странно. И он бы убил... Это была бы хорошая концовка. Он бы убил чувака. То есть, произвел бы убийство. И потом бы у них было всё хорошо и счастливо. Я думаю, что нет. Я думаю, что в нём бы что-то надломилось бы. Да, может быть, полиция как-то на него вышла по этому поводу. То есть, это странно. Потом история с... Вот, блин, с чёртом ФБРовцем, который умер, только потому, что я один раз из двух, которые мне предлагали, решился принять это что-то, при этом я не знал, что это на тот момент. То есть, даже если бы после первого раза, когда мне нужно было принять этот препарат или не принять его, уже потом бы, после выбора, допустим, первого, мне бы сказали, чувак, вот ты сейчас не принял, ты сделал хорошо. Потому что на нём это скажется хреново. Или, чувак, ты сейчас принял, это плохо. Ну, не напрямую я имею в виду. Чтобы были видны последствия этого принятого решения. Но если бы я уже в первый раз принял бы, вообще, даже не задумываясь об этом, он бы всё равно уже умер, по сути. То есть, даже если бы я второй раз не принимал. Короче, это как-то странно. Вот тут... Вот с Итаном... Ладно, пофигу, Нейтана. Но с ФБРовцем совсем не очевидная фигня. Из-за чего он умер. То есть, я, насколько понял, можно было потерять персонажа и в каком-то КУТЕ запороть. Например, как Мэдисон была у того врача какого-то, адового. Вот. Если бы я там не спать, он бы меня... Он бы, скорее всего, убил бы этого персонажа. И... Ну, я бы, наверное, просто потерял бы сцены с ней. И концовка, естественно, была бы не такая, потому что она бы не дожила. Ну... Ну... Хрен знает. Что, если бы я взломал бы пароль каким-то образом бы и Мэдисон бы узнал адрес, она бы спасла Шона? Мне кажется, кажется, тоже, что Шон... Со вторника начинается весь сюжет, получается. И в пятницу вечером заканчивается. То есть он трое суток провел в холоде, в голоде, в воде. Мне кажется, это уже все для детского организма. Это критичная какая-то доза переохлаждения, истощения. И он бы... Ну, выжил бы, возможно, но остался бы полным инвалидом до конца жизни. Я не знаю. Как-то странно. То есть... Возможно, это как раз и круто, что игра и все произошедшее у меня сейчас вот такие эмоции во мне возбудило и заставило вот этот... Всю... Весь поток моего подсознания высказать. Но... Но, блин, ну реально, там что-то еще в память кому-то было написано. Я не понимаю. Какого черта? То есть... Я привык, когда есть вариативность прохождения, я должен четко понимать. То есть, ладно, окей, не четко понимать, не то, чтобы вот мне было написано, если ты выберешь это, это типа хороший в ответ, это плохой, нет. Чтобы цепочка какая-то прослеживалась, логическая, от того, что я сделал, и последствия. Здесь же, ну... Ты просто действуешь в окружении, которое... Ты вне этого окружения, вне вот этого всего фона, атмосферы, и забыл это дурацкое слово, никак не могу его вспомнить. То есть, вне вот этого окружения, в котором персонажи... Они об этом мире знают больше, чем ты. По сути. Ты о нем ни черта не знаешь. Я даже не знаю, о каком-то городе происходит. По сути. Я прошел игру, так и не понял, в каком городе это все происходит. Скорее всего, вообще в вымышленном каком-то городе. Вот. И поэтому, блин, иногда... Ну, ты делаешь выбор из штук, которые тебе абсолютно одинаковые. То есть, да, в некоторых моментах ты с какой-то своей моральной точки зрения действуешь. Вот я так подействую, не убил человека. И все, это факап показался. То есть... Это как-то... Ну, это одно. Ладно, тут понятно. Тут еще просреживается для меня как-то. Ну, вот, опять-таки... Выбор адреса одного из трех. Ну, да, эти там точки мелькали на карте у того ФБРовца. И, наверное, я приехал как раз, насколько я видел, к месту, где, походу, умер пацан, один из предыдущих. Вот. Но, например, к Скотту Шелби у меня никаких вообще нету проблем. То есть, его... Почему он это все делал, просреживается четко, ясно. Особенно, когда Мэдисон напрямую сказал, ты делаешь это все, чтобы найти отца, который может спасти своего сына. Вот. Теперь стало ясно, зачем эти все испытания и все. То есть, не для того, чтобы его там выстрелили и все. Он реально, типа, проверяет, почему, каким образом он выбирает своих жертв, непонятно. И какого черта у Итана были проблемы, пробелов памяти. Это тоже не объяснили вообще, на самом деле. Вот. Но почему с Шелби так поступал, все здесь четко прослеживалось. Вот. Ну, правда, на самом деле, ни черта не четко. В том плане, что какого черта он вообще взъелся на... Не, ну я понимаю, почему он взъелся на чувака. Это была его стройка, как выяснилось. Но почему на его сына? И сын, типа, подражатель. И я-то думал, что он, типа, взъелся, он хотел подражателя убрать своего, потому что тот действовал абсолютно не по его логике и чисто непонятно зачем. Но... Ну, может, там это все как раз и объединилось, по сути своей. Не знаю. То есть, это, конечно, очень адовое совпадение, что владелец стройки и его сын стал подражателем мастера регами чувака, который начал все делать из-за того, что на этой стройке потонул его брат. Это как-то, мне кажется, немножко натянуто, но можно это принять, допустим, да. ой, ну... Фиг знает. Фиг знает. Как-то... Для меня... Вот в этой истории она для меня не вся цельная. То есть, они пытались держать интригу до конца и тот же самый Скотт, он как бы вроде бы был детективом и действовал там по каким-то своим принципам. Для нас... Вот в том-то опять и дело. А, вне... Вот, контекст. Вот, я вспомнил дебильно это слово. Контекст. Вне контекста он был абсолютно таким же персонажем, как и все остальные для меня. То есть, со своими какими-то там целями, заботами и прочим, но вне контекста как-то было для меня, они все были одинаковыми... одинаковыми персонажами. Ничто не намекало, по сути, на то, что это он. Первое, что меня выбило, это вот оттень. Но я подумал, ну ладно, ну схалтурили, наверное. Потому что потом он вроде мне показался немножко поменьше чуваком, чем Скотт. Или мне просто Скотт казался больше чуваком, чем он на самом деле является. И поэтому я подумал, ну анимация, это же понятно, это же не зацепка. Но, блин... А потом так оп, и типа он уже все сжигает. То есть, держали, вроде бы держали интригу, ничего никак, ни на кого вроде бы не говорило, и тут внезапно оп-оп. Может быть, конечно, если бы я принимал какие-то другие решения, там, или какие-то другие улики. То есть, вот я даже опять-таки не понял, ФБ Рэвис, он-то вообще-то ничего не сделал, по сути. То есть, что, мы тогда... Я все возможные штуки перекрутил, там, пересмотрел, и единственное, что он мог обвинить своего вот этого в синей рубашке дебила. Но потом, даже я, типа, продолжать искать, а почему, типа, ну я продолжил искать, я не нашел больше ничего, то есть, я решил убедиться, как, ну, вы слышали это, говорил вслух, типа, давайте, типа, это слишком очевидный вариант, это он, наверное, неправильный, давайте посмотрим. Но я больше ничего не нашел, и почему я не смог его опять обвинить? Было бы интересно понаблюдать за этой какой-то сценой, допустим. Вот, не знаю, мутно как-то, что-то как-то эмоции совсем не, ну, короче, двояки, но это, наверное, хорошо. Хорошее кино, хорошая история, она пробивает как раз на такие мысли, но проблема в том, что, если бы эту хорошую историю рассказал мне кто-то или показал, а так я в ней, по сути, принимал участие и являюсь виновником произошедшего, то мне же нужно как-то оправдаться, по сути, при том, что я, вроде бы как, не собирался, чтобы тот же самый ФБРС умирал от передозняка, ну, блин, блин, какой. Так, вообще ужас, все что ли? Ну, я не знаю, я не вижу смысла сейчас перепроходить, вот это наша концовка, но меня интересует вот этот момент, дополнительно, мы сюда ни разу не заходили, но тут вот награды, нам какие-то награды обещали все время, и что это? Трейлер Heavy Rain, прототип Heavy Rain, кастинг, иллюстрация 1, это видеоконцепты какие-то, или что? Тишина такая сразу, это, видимо, концепты игровые, можем посмотреть на них, какие-то зарисовки, жалко только, что тишина сплошная, шарики, шарики, все больше шариков, домыт она дальше, тут, что-то побольше вещей-то, чем в реальном доме, это все, что ли, 16 иллюстраций, прототип, кастинг, Heavy Rain, субтитры, нет, неожиданная, мальчик, Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну это ачивки перечисляются Субтитры сделал DimaTorzok 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 Что-то не вижу, что-то ничего подумал. Таааак... Ну, короче, видимо, да, его нету. А, или стоп, или эпизод с врачом-маньяком, это и был таксидермист. Короче, я так и не понял, но тут чувак один просто написал, что должна идти сцена с этим врачом, но она у нас была странная. Если это было и все-таки DLC, то какое-то разочарование очередное по этому поводу у меня возникает. Ну, в любом случае, да, походу мы будем все закругляться. Я что-то ожидал какого-то дополнительного контента. Можно, конечно, посмотреть еще несколько роликов, которые там были, но в этом смысла немного. С учетом того, что нету даже никаких субтитров, чтобы полностью понять, что же там происходит. Вот, но ролик крутой, который мы сейчас посмотрели были, тут не поспоришь. Вот, ну, не знаю, нет смысла проходить-то на другие концовки, потому что это чуть ли не с нуля, мне кажется, надо было бы. Вот, но, возможно, я рано или поздно вернусь в Heavy Rain, пройду уже ее самостоятельно, опираясь на опыт полученный. У меня, возможно, выйдет что-то получше по итогу, но вот такая у нас концовка не очень хорошая. Половина персонажей погибли, мастеры легами на свободе. Ну, главное, что с Мэдисоном все хорошо, потому что Мэдисон это прям главная звезда, как оказалось, всего происходящего. С ней самые крутые, по большому счету, экшн-сцены. Поначалу самые крутые сцены были как раз-таки со Скоттом. Ну, вот, с остальными как-то было все помедленнее, попроще, но под конец именно Мэдисон тащила по максимуму. Так что все, заканчиваю трансляцию. Дази, отдельно тебе спасибо, что со мной просидел все эти три вечера. Другие то подключались, то отключались. Ну, я думаю, если у кого-то будет желание, то все могут посмотреть потом все наши трансляции и мои страдания в некоторых отдельных эпизодах в записях. Я все сохранил. Думал даже загрузить на YouTube канал, но там есть какие-то проблемы с музыкой из этой игры. А я сейчас нахожусь в довольно деликатном положении, где мне лучше не закидывать какие-то там нарушения авторских прав. Возможно, потом я это сделаю, но в эти дни мне лучше, чтобы мой канал оставался в хорошем состоянии. Ничего страшного не происходит на всякий случай. Просто может стать чуть-чуть лучше для меня, но если там пока не вырушить непонятно что. Вот, но не факт. Мне кажется, что ничего лучше не станет, и поэтому потом можно будет спокойно туда закинуть эти записи и плевать там на музыку и на монетизацию. В основном на музыку то не плевать, но на монетизацию роликов сто пудов плевать. Вот, вот такой был Heavy Terrell's Reign. Я наконец-то, кстати, да, нужно отметить, что я давным-давно ведь мечтал пройти Heavy Reign. И вот я его сделал, его это сделал в прямом эфире вместе с вами. Это все официально записано. Все мои мысли по этому поводу тоже записаны, поэтому я вообще не вижу никакого смысла делать какой-то отдельный специальный ролик для YouTube канала, типа там аркадного взгляда или чего-то еще, но кто знает, может быть когда-то и сделаю. Может быть когда перепройду игру на более лучшую концовку, вот тогда возможно выскажусь и по этому поводу, но это маловероятно. Мне кажется, и так это было абсолютно достаточно. Вот, я больше, наверное, хороших получил эмоций и ощущений от игры, чем плохих, но и плохие тоже. Тут бывали из дурацких моментов, как ползание по тому стеклу или нелогичность в выборах, вот, под конец открывшихся. Ну, ладно, это я уже жалуюсь. В основном, да, это круто. Понятно, почему считается это классикой. И, наверное, я все-таки соглашусь с людьми, которые считают, что из трех вот этих вот игр Дэвида Кейджа, я имею ввиду Фаренгейт, Хэви Рейн и Beyond Two Souls. Хэви Рейн все-таки лучшая игра. Вот, но... Наверное, у меня просто были, скажем так прямо, супер завышенные ожидания по этому поводу. Вот, потому что я так много слышал про Хэви Рейн, Хэви Рейн, хотя вот опираясь... А, точнее, оглядываясь назад, опираясь на вот эти вот все слова и разные мнения, которые я слышал об игре, Все-таки вот шероховатости некоторые, они заметно реальны. И я слышал, что вот некоторые считают, что вот эта вот супертехника ФБРовца, его... Как он? УВС Выбивается немножко из колеи, возможно, но, не знаю, мне эта фишка понравилась, она очень крутая. То есть добавляет истории больше какого-то, не знаю, немножко научно-фантастического оттенка, Потому что, ну, сама история, она не совсем жизненная, опять-таки. Здесь есть нюанс, который, ну, в реальной жизни было бы, наверное, сложно воплотить. Вот, те же самые испытания, как я уже сказал, довольно сложно было бы их себе продумать и реализовать, Начиная от того же битого стекла, разбросанного по вентиляционным шахтам, как-то... Ну, я с трудом представляю, как именно это должно было. И как именно он, блин, додумывал, что вот этого будет достаточно, чтобы чувак на это пошел, и он реально хотел спасти сына. И мы видели, кстати, в этих же самых шахтах тело человека. То есть чувак тоже хотел спасти своего сына. Он пошел на это испытание, но он не смог выбраться. То есть, возможно, это было чересчур, потому что вот яд. Мы выпили яд, который якобы через час нас убьет. Но это обманка была. Никто ж не умер-то. Ну, как не умер. Итан потом, правда, застрелился в нашу ситуацию. Но если бы я выпил вот яд, и все было бы хорошо, то он бы не умер. Это было, типа, испытание просто на решительность. Если чувак реально был готов спасти своего сына, он бы это выпил. Но в других ситуациях, когда надо было лазить по стеклу, там, через электричество лезть или... То есть понятно, почему была выбрана цель убить человека, того наркоторговца. Ну, потому что он был преступником, по большому счету. И так... Ну, а кого еще, если не какого-то там преступника? То есть я бы, конечно, поставил бы, наверное, там не наркоторговца, а какого-то, возможно, там, педофила или что-то более серьезное. Потому что наркоторговец, он, ну, зарабатывает деньги нелегальным бизнесом, да, там, рушится жизни людей. Но, по сути, в большинстве своем, это мое личное мнение, наркоманы сами решают свою судьбу. Они хотят принимать наркотики, чувак им просто продает. Да, он, типа, тоже нехороший. Вот, но... Не супер. То есть там убийца какой-то, насильник, педофилы. Я считаю, что эти чуваки больше заслуживают, допустим, пойти в какой-то расход для подобных дел. Но это какое-то мое уже личное мнение. Вот. Ну, есть какая-то тут доля всего. Но по сравнению, допустим, с Фаренгейтом, который там вообще сумасшедший там сюжет, Адовый, тут, конечно, все в рамках, вот. Или в том же самом Beyond Two Souls, ну, там как-то, мне кажется, наоборот, он пытался тоже как-то закрутить сюжет, но не перегибать палку. И в итоге он, мне кажется, я даже не догнул, и в некоторых моментах, ну, совсем было неинтересно. Но я те игры, я, как бы, по Ютубу проходил. А Хаверейн я попробовал самостоятельно, и, в принципе, жалость тут не наш. Ну, вот, я обещал, что в конце этой трансляции будет долгий-долгий монолог по поводу всего произошедшего здесь. И вот этот монолог, пожалуй, подходит к концу. Так что, Дази, ты писал, что нам 20 минут останется на сегодняшней трансляции, но я смотрю, два часа мы почти транслировали и проходили, но там были, правда. Небольшие технические заминки, где пришлось трансляцию прервать. Ну, круто, круто, на самом деле. Стоит пройти, я думаю, возможно, даже, там, каким-то своим знакомым дам в это дело поиграть. Но, конечно же, на уровне сложности попроще. Возможно, если бы я выбрал самый легкий уровень сложности, то наша история закончилась бы чуточку получше. Вот, потому что в каких-то кутыеп не натупил, и было бы здорово. А может быть и нет, кто знает. Вот, ну все, будем заканчивать, и там, следите за расписанием, и на следующей неделе будет, скорее всего, две каких-то трансляции. Одна среди недели, другая на выходных. Но я еще не решил с покиненным игром. Это был Heavy Terrors Rain. Три вечера. Замечательного кино. Ну, вам, вам кино. Мне тут, блин, приходилось периодически корячиться. Вот некоторые, да, куты, они были чересчур, как по мне. Особенно там, где нужно было целую кучу кнопок зажимать одновременно, которые находятся, блин, все в одной части геймпада. А, ну, те, кто держали в руках геймпад и играл в игре на геймпаде, они понимают, что это не совсем удобно. Вот. Ну, да, я растянул, потому что, ну, мне есть что сказать, и я хотел высказаться по этому поводу. К сожалению, только ты это, пожалуй, сейчас слушаешь, и, возможно, кто-то это будет потом смотреть в записи. Но такой он я, такой он Террол. Вот. Ну, будем как-то, возможно, исправляться. Возможно, что-то перемысливать в своей жизни, чтобы быть более, возможно, информативным и лаконичным. Но пока... Пока я такой, как есть там. Вот все, заканчивается наш супер-ивент. Большое спасибо всем, кто был, кто посмотрел это в записи. С вами был Террол, Heavy Rain. Ну, не знаю, будьте там осторожны. Переезжайте из городов, где постоянный ливень. А то можно попасть вот в такие идиотские ситуации. Но оригами это, кстати, классно, на самом деле.